Друзья, всем привет! Рада вас видеть на своем YouTube-канале, с вами я, Марина Суя. И я к вам вернулась, немножко отдохнувшая, с новым фоном, зарядом сил и энергии. В дальнейшем я хочу, конечно же, оформить свой уголок как-то поуютнее. У меня тут маленький уголок, вы, наверное, видели, кто смотрел ролик «Мой туалетный столик», там я показывала, где я снимаю и как. Снимаю я на кухне. И это еще не все обновления, которые вы у меня увидите сегодня. Не переключаемся. А давайте сразу к сути. Сегодняшняя тема моего видеоролика – это косметика «Фаберлик». Я не знаю, как это объяснить, но столько много было запросов именно на эту косметику «Фаберлик». Ни Эйвен, ни Эрифлейм, хотя тоже были, на Эйвен я сняла, но это неполноценный был такой обзор. Так, ознакомительный. Скажу одно, это не факты, это я сейчас не буду утверждать, но, слыша от знакомых отзывы, больше доверяют косметике «Фаберлик». Я не знаю, почему, но вот доверия к ней больше. В гугле я просто вбила «Фаберлик» – это российская компания на рынке прямых продаж. Производитель уникальной запантенованной кислородной косметики, которая доставляет кислород в глубокие слои кожи. Судя по количеству косметики «Фаберлик», сегодня у меня будет целая поставка кислорода в мою кожу. Компания входит в рейтинг топ-100 крупнейших косметических компаний мира. Так, тут даже сразу написан «оборот». Оборот. 26 миллиардов. 26 миллиардов. С копейками. Ну, это на 2017 год, а где 18-19, неизвестно. Судя по нулям в обороте, эту косметику покупают. Еще в мае я закупилась этой косметикой почти на 5 тысяч. Вы скажете, что так дорого, блин, за 5 тысяч можно столько косметики купить? Но, но. Я купила практически все для полноценного макияжа. Здесь 9 продуктов и еще дополнительно 3 кисточки. И вот мой чек. Честно могу сказать, что все продукты бюджетные, но за исключением нескольких продуктов. Но обо всем по порядку. Мне дали фирменный пакет «Фаберлик». Схожу за хлебушком как-нибудь с ним. Дальше набор пробников. Концентрировано средство для мытья посуды. Ну, как говорится, спасибо. В хозяйстве пригодится. На халяву и уксус сладкий. Ну все, мы, друзья, переходим к макияжу. Я сегодня прям настроена, чтобы я была очень фэшн. Пролистывая инстаграм «Фаберлик», я что поняла? У них вот такая косметика и такой макияж они делают. Знаете, макияж без макияжа. Очень натурально, очень. Ребят, насчет обновлений. Я очень хочу развиваться, улучшать свой контент. И я прислушиваюсь к вашим пожеланиям. Поэтому косметика «Фаберлик» будет подопытным кроликом. Я буду ставить эксперименты. А точнее, я буду делать отдельно сводчи, показывать отдельно продукты. Ну, чтобы не тыкать вам тут в лицо. Руки свои. И, знаете, бывает такой жесткий пересвет, и ничего не видно. И вам ничего не видно. Все, погнали делать макияж. Сегодня у меня нет осыпушек, точнее, сухих продуктов, которые могли бы осыпаться. И я начну с тона. А тон-то непростой. Это тон-сыворотка для лица. Увлажняющая тональная сыворотка для лица обошлась мне в 559 рублей. Я считаю, что это очень приемлемая цена. Тональная сыворотка для лица у меня в оттенке 6176 «Слоновая кость». И буду я наносить кистью для тона. О, тут еще акция. Любая кисть за 299 рублей. Так, а я за сколько взяла? 239 рублей. О, даже выгоднее. Номер этой кисточки 11096. И еще одно улучшение. Я надеюсь, что вы это заметите. Я вас буду немножко приближать, чтобы вы видели все. Все на моем лице. Так, давайте я уж... Потянулась такая за спонжем. Не-не-не-не-не. Кисточка буду наносить. О, запах очень приятный. Вот сразу могу отметить запах. Я, конечно, взяла консилер, но я видела, что этот тон наносят и на глаза, и под глаза. Тонируют все. Я тоже так сделаю, проверю. Но могу сразу сказать, этот тон легкий. Он на каждый день, он не перекроет несовершенства. А нет, это не про это. Напишите, пожалуйста, в комментариях, на какой вы стороне. На плотной, либо на легкой. Просто я знаю таких людей, которые не переносят такие легкие тона. Им нужно перекрыть всю свою жизнь на своем лице, чтобы ничего не было видно. В моей жизни существует и легкий тон, и плотный. Смотря для чего. Но могу сказать, обстановка по кайфу. Мне все нравится. Тут написано, мгновенное ощущение мультилифтинга. О, сейчас помолодею. Лет на 10. И мне станет 17 лет. Немножко захотела я распределить тон на Т-зоне спонжем. Потому что, ну, для меня это все-таки лучший вариант. Потому что Т-зона у меня капризная. А кистью как-то бывает. Ну, в поры не так хорошо заходит тон, либо там с порами не дружит. А спонжиком все хорошо так, оп, шлифуется. Ребят, это реально очень легкий тон, как будто, знаете, я постоянно такая свежая. Но нет. Кистью будет плотнее. Нанесение спонжем. Очень легкое покрытие. Чересчур. Чувствуется, что это покрытие увлажняющее. Ну, там написано, что тональная сыворотка. И на жирную кожу, скорее всего, м-м. Потому что, видите, я немножко так блещу. Но не совсем жирный блинчик. Но у меня есть пудра в Фебердик. Мы сейчас все будем делать. За 500 рублей неплохая легкая такая тонировочка на лице. И еще ухаживающая. Консилер под глаза я буду наносить в единственном оттенке. В универсальном. По свотчу он мне показался легче, чем тональная основа. И посмотрим, что он тут сделает. Я спонжем распределю. А на второй стороне я распределю пальчиком. Эта история точно не для инстачекуль. Это очень-очень натурель. Эти продукты я даже не вижу на лице. Абсолютно не вижу. Но видно, что мое лицо стало свежее. Он даже называется экспресс-корректор для кожи вокруг глаз. Стоимость 239 рублей. Вот если вы ищете такой консилер, который ничего абсолютно не подчеркнет на вашем лице. Знаете, там морщинки, сухость под глазами. Еще что-то, чтобы этот консилер не было видно. Вот. Вот эта история про этот консилер. Но он не перекроет прям сильные несовершенства. Прям темные-темные круги, там синяки. Нет. Можно, например, взять один тон и наносить его и под глаза. Но консилер это как хорошее дополнение, бюджетное. Но если выбирать, то, конечно, вот тон можно взять. Это прям вот такое. Фэшн-фэшн. И легкое. Очень популярный продукт у Фэберлик. Это пудра. Я взяла в оттенке 6379. Оттенок бежевый. Я боялась, что светло-бежевый будет мне светлый. И я взяла вот такой. Конечно же, вы просили протестировать кисточки у Фэберлик. Хорошие, добротные кисти и бюджетные. И также фиксирую консилер и тон под глазами. Я очень люблю такие скошенные универсальные кисти. А ничего так. Я считаю, что пудра подошла мне по цвету. Пудра неплохо зашлифовывает поры, текстуру кожи. Да, но я могу сварить эти вермишельки. Вы тут, наверное, думаете, что я тут прям топлю за Фэберлик. Но, правда, пока ощущения приятные. Мне нравится и оформление, и одушка, и вроде по качеству. Но я сейчас пару минут поговорила по телефону. Если вам будет видно, вы видите, да? Я же припудрилась. Что? Что? Почему так? Почему? Мой телефон стал немножко тонирован. Я никогда не стараюсь там приукрасить продукт. Я говорю, как есть. Но вот если делать вот так, ничего не липнет. Стоимость данной пудры 559 рублей. Я считаю, что это бюджетно. Например, пудра от Maybelline сколько стоит? Ну, примерно вот столько же. Ребята, вот это точно топовый продукт у Фэберлик. Здесь есть все. И хайлайтер, и бронзер, и пудра, и румяна. Универсальные оттенки, подходящие каждой девушке. Честно, многих интересовала данная палетка, потому что она универсальная, и тут есть все. Давайте я начну со скульптора. Я набираю на кисть ту же, на скошенную. Как я обычно говорю, затемняем все, что нужно затемнить. Вот сразу с первого оттенка я могу сказать, что эта палетка не подойдет всем, потому что этот скульптор, он такой, не слишком темный, мягко сказать. И на загорелой коже он будет просто невидим. Я уже поняла, что эта косметика создана для таких натуральных, естественных макияжей. Нют. Макияж на каждый день. Скульптор вроде ничего так растушевывается. Своей пушистой кисточкой я немножко затемню, скорректирую носик. Легкая тень появилась, и легкая свежесть. Я сейчас еще добавлю, немножко так, отряхиваю кисть и добавлю бронзера. Кстати, хороший тандем бронзер и скульптор. Отряхиваю кисть и беру румяна, а хайлайтер я возьму уже в последний момент. Яблочки наливные. Отряхиваю кисть. Дальше я ее вот так сжимаю и набираю хайлайтер. Ребят, хайлайтер очень мощный. Я даже тут спонжем гушу. Я думаю, можно вообще так тихонечко пальчиком нанести, и будет хорошо. Так же гушу это дело спонжем. Блин, тут-то я вообще шлифанула. Скорее всего, это самая дорогая покупка в чеке. Стоимость данной палетки для лица 1199 рублей. По оттенку слабоват скульптор. Но если вы не хотите себе вот, да, темные такие полосы, то легкую тень вы с этим оттенком сделаете на ура. Даже бронзер мне показался темнее, чем скульптор. Но вы можете их объединять. Румяный, я думаю, вы видите. Хайлайтер, я тоже думаю, без комментариев вы видите. И то я тут потом такая спонжиком приглушила. Думаю, не-не-не. Если не стесняться, то вообще вы будете отражать. Пудра как пудра. Она такая, знаете, мягкая, шелковистая. Дальше я перехожу к бровям. Буду использовать автоматический карандаш от Faberlic в оттенке блонд. Кто придумал данный формат карандашей, вы просто гений. Щеточка есть. Не нужно таскать с собой отдельную щеточку. Точить не надо автоматически. Я выстраиваю нижнюю границу. Начало брови у меня идет мягкое. Также закрашиваю пробелы. И уже выстраиваю хвостик. Если оценивать карандаш по мягкости, он все-таки мягкий, чем такой средний. Все-таки мягкий. И по оттенку, конечно, можно было взять не потемнее. Но если вы хотите натурель, берите блонд. Но это если вы не темнее, чем я. Карандаш по бровям не обошелся в 239 рублей. Не могу ничего сказать плохого про этот карандаш. Он нормально прорисовывает. Да, оттенок мне немножко светловат. Но хотя вот смотрите, брови как появились. Удобный стержень, удобно рисует. О, наконец-то мы переходим к макияжу глаз. Для начала я возьму водостойкие тени в стике, фиолетовые. Третью кисть, которую я заказала, это кисть для теней. Она, знаете, такая пушистая, но приплюснутая. То есть ей можно наносить и кремовые тени, и сухие тени. По сводчу, вы уже поняли, что это стойкие тени. Посмотрим, как я быстро смогу их растушевать. Этой кистью я как раз и тушую, которая предназначена для теней. Немножко я оттягиваю в сторону, естественно, в лепесточек. И я наношу на нижнее веко. И соединяю нашу тушевку. Если нужно, я дополнительно наслаиваю. Тени, могу сказать, хорошо растушевываются. Посмотрим, как они зафиксируются. Скатается что-нибудь, не скатается. Это так быстро и так удобно. Эти тени очень мягкие и хорошо растушевываются. Вы, скорее всего, спросите, из чего сделана кисточка. Это дерево и ворс синтетический. По стоимости кисть для теней стоит 103 рубля. Очень удобная кисть. Берите, не пожалеете. Если я говорила, повторюсь. Для румян кисть скошенная 199 рублей. Для тональной основы 239 рублей. Позвольте, с вашего разрешения я нанесу хайлайтер. Хайлайтер, мощный хайлайтер во внутренний уголок. Пока вроде тени себя прилично ведут. Но я все-таки хочу взять бронзер и немножко... Да-да-да, бронзер из этой палетки для лица. Это же кисть для теней. Но она вроде не сильно испачкалась в кремовых тенях в стике фиолетовых. Взять бронзер. Нанести во внешний уголок и также в складку. И также я немножко добавлю бронзера по нижнему веку. И это, кстати, еще не все. Будут стрелы. Подводка лайнер у меня тоже из спортивной коллекции. Это у меня цвет лиловый. Сначала я нарисовала направляющую. Не особо, конечно, видно эту стрелу, потому что у меня тут и фиолетовые тени, и лиловая подводка похожего оттенка. Если только приглядываться. Конечно же, как же без моей любимой внутренней стрелочки. Что-то она... Подождите. Стрела нарисовалась, но особо ехать по этим кремовым теням она не хочет. Да не, вроде нормальная стрела, но вот этот кончик фетровый... Ребята, переходите на вот эти кисточки, как на кисточки вот там, чтобы много таких вот волосков было, вот как в форме кисточки, не фетровые вот эти вот наконечники, потому что они через сколько-то там применений, и они уже никакие. Это еще не все. У меня есть черный каял от Феберлик. Мягкий карандаш, соглашусь. Да, нормально так я растушевала. Но каял... Для меня каял это что-то стойкое. Это в слизистую. Значит, это должно застыть. Но что-то свочи на руке никак не хотел застывать. Давайте проверим. Я нанесу этот карандаш в ресничный край и закрашу вот там все черным вверху. Вот наглядно, смотрите, как у меня почернел ресничный край, как будто уже реснички прокрашены, а тут без черного карандаша. Сижу сейчас, себя разглядываю, и могу сказать, что подводка-то лиловая, ничего такая. Я считаю, что будет бомбезно, если у вас ничего не будет, и вы только эти лиловые стрелки нарисуете. Карандаш черный каял... Не, не моя история, что это не то. Но, например, делать растушеванную стрелку очень удобно. Конечно же, все отпечаталось на нижний слизистый черный карандаш этот. Я немножко ватной палочкой уберу. Конечно же, куда мы без туши. У меня удлиняющая тушь от Faberlic. Стоимость данной туши 279 рублей. Написано, гелевая стрейч текстура для стайлинг-эффекта. Тушь удлиняет, приподнимает и фиксирует ресницы. Проверим. А, могу сказать, что и неплохо. За 279 рублей я не скажу, что это плохая тушь. Наоборот. Обычно я скептически отношусь к туши, потому что редко она меня удивляет. И все-таки косяк у этой туши есть. Она потом достает все-таки много продукта лишнего. И приходится это все убирать. После ресниц я перешла к губам. К сожалению, у меня ничего не ёкнуло на сайте Faberlic. И я ничего не выбрала. И поэтому я взяла сейчас карандаш. Кстати, хорошего такого оттенка. Смотрите. Ой, холодненький розовый. Это фирма Marvel. Не вселенная Marvel. Но, кстати, кто фанат? Фирма Marvel. Оттенок 320. Ну, а сейчас покажу вам макияж поближе. И снова всем здрасте. Нужно помыть зеркало. Меня не видно. Так видно? Ну, в общем, ребята, все на месте после трех часов. Мне понравился все-таки тон. Ну, хайлайтер, конечно же, сияет. Ничего не липнет. Вообще, я припудренная. Все у меня на месте. Кстати, тени навеки не скатались. Все, все, все. Я осталась довольна. Может, камера не передает всей яркости и насыщенности моего милого лица. Самолюбование. Я уже говорила, да? Сейчас ночи, я пошла спать. Завтра буду монтировать эту красоту. В целом, я довольна косметикой, фибролик и макияжем. А вы что скажете? Чтобы вам было понятно. Там без света. Где там яркость макияжа? Где там фиолетовый тень? Ничего не видно. Я просто хочу показать макияж не на профессиональной камере, а на простом телефоне. Как это выглядит. И спустя примерно 3-4 часа носки макияжа. У меня, если что, Samsung Galaxy S8. Если кого это интересует. Но в целом, в целом я довольна. Самолюбование. Ребят, кто смотрит меня давно, тот знает, что я никогда ничего не навязываю. Это дело ваше. И вам оценивать мой макияж и мой обзор на эти продукты косметики Фибролик. Но могу сказать, что у меня больше таких положительных эмоций от результата. То, что я тестировала из косметики Фибролик, не могу сказать, что оно что-то тут зашкварное. Вот какой-то именно продукт. Но совсем мне не зашел карандаш вот этот каял черный. Вот. А остальное место быть имеет. Для кого-то будет слабоват консилер. Он не перекроет. Совсем ничего. Берите этот тон и все. Пользуйтесь и как тон, и как консилер. Друзья, конечно же, делитесь своим опытом. Кто что тестировал из косметики Фибролик. Есть ли у вас фавориты, либо антифавориты. Пишите в комментариях. Это будет очень интересно для меня и для остальных. И, конечно же, пишите в комментариях, кто что хочет, чтобы я протестировала. Какой бренд, какую косметику. Я это всегда учитываю. Ребят, ну а мое видео подходит к концу. Спасибо вам большое за ваше внимание, что это время вы провели со мной. Я с вами прощаюсь, но ненадолго. Я вас всех люблю. Всем пока-пока.